Петербург Петербург — это не только изящные дворцы, модернистские особняки и ленинградский конструктивизм, но еще и так называемые белые пятна, без которых, к сожалению, наш город не представить. И появился реальный шанс этой данности положить конец. Есть в Петербурге места, где одно расселенное здание стоит напротив другого, аварийного. И из этой разрухи состоит целый квартал. Колючая проволока, горы, мусора, побитый кирпич. О том, что здесь когда-то были ушаковские бани, напоминает лишь вот этот белый кафель. Это ушаковские бани-гигант, зажатый в полуразрушенном квартале за Нарвской заставой. Белая плитка и вот эти душевые кабинки — единственное, что нам рассказывают о прошлом здании. Памятник конструктивизма Зочи и Никольский. Круглую баню должны были отправить под снос после пожара и многолетнего простоя. Но сейчас появился реальный шанс спасти памятник архитектуры. Да, если мы посмотрим на проект именно ушаковских бани, именно бань-гигант, здесь вы видите стыковку вот таких кругов и очень тонких прямых линий, тонких прямоугольников. Два корпуса достаточно тонких. Да, то есть это такая картина Малевича, которая шагает в 3D. И как эту супрематическую композицию, построенную в кирпичи и железобетоне в 1930 году, применить сейчас, чтобы здания все же спасли? Бани были рассчитаны на 4000 посетителей и за своей формы очень долго держали тепло внутри. Кому это все может пригодиться в 21 веке? Например, фитнес-центру. В этом и есть спасение белых пятен Петербурга. Придумать аварийным зданиям новую функцию, чтобы у бизнеса был мотив их восстановить. В этом и есть суть инициативы фонда имущества, которая составляет карту аварийных и расселенных зданий Петербурга. Причем выявлять эти здания помогают сами петербуржцы. Например, вот этот завешенный фальшфасадом бывший корпус Покровской больницы на Большом проспекте Васильевского острова. Сфотографировал и прислал фонду имущества местный житель. Вы не просто присылаете фотографию, вы не делаете ее отдельно. Вы прямо с сайта можете сделать фотографию и она сразу попадает на сайт фонда имущества. Мы получаем карточку объекта с фотографиями, адресом, который определяется автоматически, он привязан к базе. Дальше об этом здании фонд собирает всю возможную информацию о состоянии, статусе и собственнике. Цель – составить максимально полный реестр подобных домов. Но инвентаризация – это лишь первая часть подобной задачи. И чтобы ее понять до конца, отправляемся с сотрудником фонда имущества на окраину города, где аварийных и пустующих зданий не меньше, чем в центре. Фишенебельный ресторан «Лесной» на 80 мест в удельном парке. Вернее, то, что от него осталось – сталинский неоклассицизм. 1958 год – одно из излюбленных мест ленинградцев в этой части города. В мае 2010-го здание полностью выгорело. Его тоже внесли в реестр фонда имущества и нанесли на карту заброшенных зданий Петербурга. Следующая задача – подготовить всю документацию и продать этот объект для последующего восстановления и введения его в хозяйственный оборот города. Фонд имущества выставляет нижний порог стоимости, и дальше происходят уже классические торги, кто больше предложил? Или как это происходит? В основном торги происходят по такому принципу, где основной критерией является цена, и начинается он от стартовой цены и повышается. Инвесторы поднимают таблички, совершенно как в традиционном аукционе. Это называется английский аукцион. И выигрывает тот претендент, который предложил большую. То есть фонд имущества с его программой – это прежде всего аукционная площадка, на которой проводят торги по продаже и сдаче в аренду аварийных и расселенных зданий. Это кинотеатр-фестиваль на проспекте Просвещения, построенный в середине 80-х. Два зала на 1100 мест. Стиль – брутализм. В разбитых окнах видны отлично сохранившиеся люстры. К фасаду здания кто-то прибил лыжню Фишер. Он проработал всего 10 лет, а когда в 90-х обвалился кинопрокат – закрылся. Еще в середине нулевых в нем пытались открыть дом молодежи. Но так ничего и не вышло. Уже какой-то интерес был обозначен какими-то инвесторами, бизнесменами или пока все-таки объект еще находится без интереса? Мы наблюдаем за интересом к подобным объектам с помощью наших сервисов, в том числе канала «Обнови город», на котором мы написали статью про данный объект с фотографиями, с исторической справкой. И по количеству просмотров видно, что людям очень интересно. И, безусловно, такие объекты в таком, в общем-то, очень оживленном месте, в густонаселенном районе не может не обрести новую жизнь. Да, эта карта, этот реестр – инициатива фонда имущества. Но обновлять город мы должны сами. И всего действующего в городском хозяйстве фонда серьезную долю занимают именно белые пятна, которые могут и должны обрести новую жизнь. И разве кто-то будет против, если в ушаковских банях гигант будут заниматься спортом? В ресторане «Лесной» собираться по выходным целыми семьями. В бывшем корпусе Покровской больницы откроют медицинский центр. А в брутальном здании кинотеатра «Фестиваль» появится развлекательный комплекс. Старые здания с новой функцией. Вполне реальный план – обновление города. Павел Никифоров. Пульс города.